В ночь на субботу российские военные атаковали некоторые регионы Украины. В частности, били по Кривому Рогу. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в результате обстрела повреждения получил объект промышленной инфраструктуры. К счастью, без пострадавших. А вот вследствие вечерней атаки по дачному кооперативу пригороде, по данным Вилкула, погиб мужчина 1963 года. А его жена 1967 года рождения попала в больницу в тяжелом состоянии. Повреждены три дома. В генштабе рассказали, что во время ночной атаки захватчики применяли авиационные ракеты Х-59, крылатые ракеты «Искандер-К» и дроны типа «Шахет». Окупанты, несмотря на огромные потери в живой силе и технике, не оставляют надежд захватить Авдеевку. По информации Института изучения войны, российские военные перегруппировались и вновь пошли в наступление. Такое решение захватчиков свидетельствует о том, что либо оккупанты считают, что они реально могут взять Авдеевку, либо о том, что командование плохо расставляет приоритеты наступательных операций и не учитывает значительные потери техники и личного состава, считают аналитики. Но украинские защитники стойко держат оборону и наносят захватчикам многочисленные потери. Тем временем силы обороны продолжают вести масштабные операции на левом берегу Херсонской области и закрепились там. Это также следует из отчета Института изучения войны. По их данным, украинские защитники продвинулись на северо-восток Крынак. Это 27 километров к востоку от Херсона и 2 километра от реки Днепр. В СУ продолжают сохранять свое присутствие в районе Антоновского и Железнодорожного мостов через Днепр, рассказали в институте. Глава главного управления разведки Кирилл Буданов непосредственно берет участие в некоторых боевых выходах. Об этом рассказал сам руководитель ГУР во время интервью. По его словам, иногда это необходимо, поскольку мотивирует бойцов. Буданов также ответил, оправдан ли такой риск для руководителя ГУР. По его словам, это вопрос риторический. Если это дало положительный результат, значит это было сделано правильно. Если результата положительного не имеет, значит были ошибки. Победителей не судят. Это древняя мудрость, но она правильная. Хамас освободил из своего плена двоих американских граждан. Речь идет о Джудит и ее 17-летней дочери Наталье Раанан. И это первые заложники, которые были освобождены с 7 октября. Сообщают, что женщины приехали в Израиль к родным и были захвачены в плен, когда террористы вторглись на территорию Израиля. Хамас заявил, что освободил граждан США по гуманитарным соображениям, поскольку у матери плохое здоровье, а также благодаря усилиям Катара.